МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Сразу к коротким новостям. Концертный директор отпетых мошенников не может продать их даже на органы. Недавно группа Хай-Фай решила снова собраться вместе, потому что вместе проще зимовать. Всем привет! Это Соболев Илья. Это прожарка на канале ТНТ-4. Прожарка, это шок дистебутса, или как мы называем, прожаривают звезду. И сегодня это звезда Паша Воля. Он находится здесь. Поаплодируйте ему. Я понимаю, сейчас все зрители ТНТ такие, Блэ, Паша Воля опять! Оставьте немножко, блэ, ведь в гостях еще и Родригес. Мы на самом деле давно хотели пригласить Пашу в прожарку, но он не мог найти время и выбрать день, когда он не ссыкло. Итак, приготовьте ладошки. Встречайте. Человека, который начал унижать людей до того, как это начал делать пенсионный фонд. Кламурный подонок в прошлом и «Я люблю тебя, Лясечка!» в настоящем. Ну и наконец, динозавр юмора, чей скелет до сих пор бренчит костями на сцене молодежной передачки. Павел Боя! Одно из главных лиц канала ТНТ. Я делаю людям весело, делаю людям хорошо. Самый известный российский стендап-комик. Я лично стою перед тобой на сцене. Блин, дай шанс! 658 выпусков «Камеди Клаб». Не было ни одной подобной передачи вообще. 11 миллионов подписчиков в Инстаграм. Хотите подписывайтесь, хотите нет. 6 музыкальных альбомов. А теперь клипы, а теперь песни. Три линии собственной одежды. Все, кстати, модны. Курсы юмора «Сила воли». А также «Камеди Баттл», «Песни импровизация». Павел Воля. Я готов. Я вкушаю. Паш, на сцене в «Камеди» ты стоишь очень близко с Харламовым и чувствуешь себя комфортно. И чтобы здесь ты тоже ощущал присутствие Гаррика, мы посадили тебя в толстое кресло, обтянутое свиной кожей. Паша ведет импровизацию «Камеди Баттл», песни. Поет, читает стихи, у него своя линия одежды, он собирает крокус, рекламирует сухарики. На что ты, блядь, копишь? В 2016 году, кстати, эта информация действительная, ты был самым успешным артистом в жанре импровизации. Но потом этим начали заниматься любые люди, и Паша отошел на второй план. Да, давай. Паш, как ты уже понял, сегодня здесь прозвучат самые острые и самые смелые шутки про тебя, которые нам одобрила Ли Санн. Давай. Так, кто же сегодня будет нас жарить? Я расскажу. Давай. На прожарку к Паше мы хотели позвать Майкла Джексона, Принца и Курта Кобейна. Но единственный из мертвых музыкантов, который взял трубку, Тимур Родригес! А я сразу зашел, думаю, откуда тухляк. Привет, Тимур. Это от твоих шуток. Итак, на самом деле Тимур не Родригес, а Керимов. И не музыкант, а кусок говна. В гостях сегодня также в прожарщиках отец русского стендапа Руслан Белый. Как настоящий отец, Белый тоже бухает, ворчит и ничего не знает про своего сына. Человек, который каждый день видит красивое тело в зеркале и продажное в кровати. Тимур Датрудинов! Сразу отвечу на вопросы, что здесь делает Джиган. Да. Этим мы хотели намекнуть Паше, что он так давно занимается юмором, что его пришел прожарить австралопитек. Я не понял, но похуй. Он сказал, я не понял, но похуй. Давайте, кстати, поздравим Джигана. У него сегодня большой праздник. Он сегодня одомашнил лошадь. Что так сложно? Я не понял. Итак, давайте расскажу всю, вообще весь праздник, с чем надо поздравить Джигана. Он сегодня одомашнил лошадь. Но, к сожалению, ее кто-то съел. И этот кто-то здесь. Азамат Мусагалиев! Азамат, любимый комик тех, кто думает, что комик — это официант в суши-баре. Следующим к нам пожаловал его величество Бебур. Паше стоит объяснить, кто такой Бебур. Неплохо. Бебур — это не смешной в камеди. Паша, какашки, которыми ты так умело поливал звезд последние 15 лет, собрались в кучу и пришли сегодня прожарить своего создателя. Итак, первый из сюда пойдет. Бывший резидент комедий-клаб. Певец, телеведущий. И как сам он себя каждый день называет перед зеркалом. Ну почему у меня ничего не получается? Тимур Родригес! У меня в начале объявление для всех, прежде чем я начну что-то говорить. Если вдруг кто-то на входе наступил в птичье говно, пожалуйста, верните все Азамату. Он после съемки собирался закинуть это за губу. Сегодня с нами Беде Мартиросяна. Вы привыкли называть его Илья Соболев. Аплодисменты. Вы не поверите, не поверите. Соболь утверждает, что жопа Мартиросяна поцеловала его первой. Следующая шутка будет про Джигана. Я просто должен объяснять, иначе она не поймет. У Джигана новое достижение. Мы должны его с этим поздравить. Недавно он научился писать И в нужную сторону. Это Н. Как букву Н писал раньше. Кстати, Джиган столько раз был в Камеде, что он больше резидент, чем Бибуришвили. Это да. Причем у Бибуришвили такие проблемы с речью, что он больше Джиган, чем Джиган. Ну, а теперь перейдем к моему другу детства. Мы реально очень давно знакомы. Давайте поаплодируем. Павел Воля, главный герой сегодняшнего шоу. Паша очень много работает. Реально. Ведет все. Поэтому, если к его лицу поднести член, он первые две минуты будет в него что-то вести. В детстве Паша играл в футбол. Мало кто об этом знает. И ему реально отдавали все передачи из жалости. С тех пор мало что изменилось. Ключи от каламбурушной. Опа! Ебать выдует. Кстати, из любняка Медиклаб. Паша до сих пор бы работал на центральном рынке города Пензы. Вот этой палкой, которая снимает одежду шверху. Один раз в школе Паша признался девочке в любви. И все очень смеялись над ним. С тех пор он думает, что это и есть юмор. У Паши своя линия одежды, если вы знаете. У него есть такие вещи. Например, на кофте написано кофта. На штанах штаны. Это все из детства. Он очень простой парень. Он из Пензы. Он, в принципе, всегда любил простоту. На тетради писал. Тетрадь. На стене стена. На члене маленькое. Третьенький. Но с тех пор Паша изменился. Теперь он главный ведущий ТНТ. Давайте мы поаплодируем. Главный. Главный ведущий ТНТ. Он вел такие шоу, как «Смех без правил», «Убойная лига», «Импровизация», «Камеди клаб», «Как ты заебал», «Камеди батл», «Песни». На шутках Паши выросло несколько поколений людей, но вы их видели. Это те, кто ходит по городу с беспроводной колонкой. И что я тебе должен в конце сказать, ну, просто как друг, который тебя знает давно. Все, что ты делаешь, полная хуйня. И, кстати, это идеальная универсальная фраза, в нее подойдут и белый, и бебур, и соболь. Единственный, кто не подойдет, батруха, потому что нихуя вообще не делает. Аплодисменты Павлу, аплодисменты мне, я закончил. Спасибо. Круто. Аплодисменты тоже хорошие. Все-таки единственный в своем роде представитель цыганского ЛГБТ. Прожарку поддерживает «Камеди радио». У меня такое ощущение, что я знаю тебя очень-очень давно. Ну что ж, следующим сюда пойдет Тимур Батрудинов. Реально? Однажды, однажды, батруха был так близок к свадьбе, что даже сделал девушке предложение. Мы все знаем это как историю о проститутке, которая выпрыгнула из окна квартиры. Завидный холостяк «Камеди Клаб», в том смысле, что он там почти всем завидует, Тимур Батрудинов! Не удивляйтесь, если в студии пахнет жареной кониной. Мы просто выполняли райдера «Азамата» Масагалиева и нашли его первую любовь. Руслан Белый, похлопайте. Рус Белый. Руслан пришел сегодня сюда, потому что дома он уже все запердел. Андрей Бибуришвили. Кстати, знаете, как Андрей называет «массаж простаты»? А теперь ты мне. Тимур Родригес, тезка. Красавчик. Молодец, все, все получается. Мне всегда было интересно, почему Тимур Родригес ушел из «Камеди» так поздно. Паша рекламирует сухарики и шутит про задницы. Это две вещи, которыми пахнут пальцы Тимура Родригеса. Перейдем к главному герою нашего вечера, Павел Воля. Павел Алексеевич Воля, дружбан. Паша учитель русского языка. Он не допускает ошибок в речи, поэтому от него вы никогда не услышите фразу «Азамат Масагалиев хороший ведущий». Все, наверное, заметили давно, Паша очень худой. Худее Паши в «Камеди» только Олег Верещагин, который просто исчез. Паша уникальный шоумен. Он ведет «Камеди-клаб», «Камеди-баттл», «Импровизацию», «Шоу-песни» на ТНТ. И все равно не так заебал, как Соболь. Паша попробовал себя в юморе, музыке, кино и телевидении, дизайне одежды, коучинге. Пашу не зовут на оргии, потому что он лезет в каждую дырку. По факту. Как учитель русского языка, Паша продает спортивные костюмы с цитатами великих русских поэтов за 10 тысяч рублей. Если бы Есенин знал, сколько бабла будет зарабатывать на его имени какой-то Паша, то специально придумал бы стих со словом «пидорас». Но это все шутки, и я пришел сюда сказать серьезные вещи. «Камеди» уже не тот, у всех дети, в офисе все эти детские штуки. Мартиросян постоянно путает, где памперсы ваших детей, а где его. Все мы как-то не те, что были раньше. Ламурный подонок умер. Раньше у тебя на кофте было написано «хуй». Сейчас у тебя стихи Есенина. Через три года на твоей кофте будет написано «Если вы нашли меня на улице, позвоните, пожалуйста, Лясе». Скажите, что я ее люблю. Ты так ударился в семью, что в последний год имя Лисан прозвучало с экранов телевизоров чаще, чем Путин. Мне кажется, на ближайших выборах Лисан сможет баллотироваться и даже сможет победить. И тогда у тебя появится шанс стать первой леди. Паш, ты принес вирус семьи в Камеди. Мартиросян женат. Харламов женат. Демис женат. Марина Крабец женат. Даже Соболь женат. Кстати, Илья Соболев, первый девственник с двумя детьми. Поаплодируйте. Вы вот все стебете меня за то, что я не женат. То есть за то, что я единственный в Камеди, кто занимается сексом не только на свой день рождения. Я последний из Камеди Клаб, кто еще тот. Я еще красивый, сексуальный и пользуюсь успехом у девушек. Я скажу, зачем я пришел сюда. Паш, я хочу попросить у тебя член. Потому что ты им уже не пользуешься, а мне он пригодится. Во время последней оргии мой закатился под диван, и мне нужно что-то тонкое, чтобы его достать. Всем пока, девочки, звоните. Я свободен еще. Ладно, спасибо. Тимур Батрудинов и Гарри Карламов. Прямое доказательство того, что раньше у человека был хвост. Наш следующий прожарщик вобрал в себя все самое лучшее из всех царств живого мира. У животных он позаимствовал внешность, у растений интеллект, а у грибов песню. Я на самом деле вас сегодня видел всех. Я вообще каждый день вас вижу, реально. Я просто сижу на студии каждый день, и прихожу отдохнуть от музыки, и включаю YouTube, и вот все вы. Вот все реально. Только вас, смотрите, Джо Рогана. Все. Очень странно, что у Соболя нет татуировок на лице. Как остальные долбоебы понимают, что ты один из них? Ну, однажды мы с пацанами прислали барыгу. Привет, Азма. Наверное, все нормально. Нормально. Сожило, да? Да. Руслан Белый. У Белого есть татуировка на интимном месте. У него на кулаке набита Алена. Тимур, ну, если честно, у тебя настолько плохие песни, что я ей даже ни одно не спиздил. Из всех людей на диване я респектую Батруху. Он единственный, кто следит за своим телом, но бесит меня, что и за моим следит, ребят. Отписываюсь нахрен. Сделайте жигана чуть погромче в зале. Раз, раз, раз. Да, тиховато чуть. И как-то поумнее, что ли. Друзья, ну мы здесь собрались не из-за этих лузеров, а из-за этого лузера. Павел Воля, аплодисменты. Вообще странные мероприятия. В мое время такие мероприятия, где унижают дрищей, ну, вообще таких ботанов. Называлось «Обоссать за гаражами». Кстати, тут недалеко гаражи, я видел. Еще не вечер. Паша самый богатый из нас. Он кусок собачьего говна. Аплодисменты. «Мы любим тебя, ты крутой». Это была шутка в стиле начального общения Паши в камеди. Ты недавно попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый богатый бильярдный киев в мире, Паш. Ну, зато у Паши очень много друзей. Среди них Антон Шастун и другие ленточные черви. В общем, я к чему это все сказал? Потому что я люблю юмор, люблю вас, потому что я с камеди вообще дружу. Много лет в ваших передачах мне покайфуем. Вы, наверное, делаете крутой продукт в России вообще, ну, что на русском языке. Есть, Жиган! Спасибо. Спасибо всем. Жиган, спасибо большое, что дал передохнуть от шуток и помычал пять минут. Спасибо. С таким же успехом вместо Жигана можно было пригласить мусорное ведро с педалью. Какой бы после этого Белый взял бы его в проект. Ну, кто знает, Белый не любит выступать на фоне тех, кто смешнее. Нам сейчас сюда выйдет Азамат Мусогалеев. Интересный факт. Благодаря талантам ведущего Азамата, в честь тебя даже назвали твой родной регион Азии. Он так и называется. Средняя Азия. Каждый раз, когда Азамата называют красавчиком, где-то в мире охуевает Брэд Питт. Азамат Мусогалеев. Знаете, ну, странно, что вообще меня пригласили прожаривать Павла Волю, потому что логично было бы, чтобы стендап-комика прожаривал стендап-комик. Например, Нурлан Сабуров. Ну, ну вот какой стендап-комик Воля, такой вам и Нурлан Сабуров. В стори с Бузовой не было секса с Тимуром, потому что туда она выкладывает самые яркие моменты своей жизни. Тимур, между прочим, единственный холостяк, который ведет себя как подкаблучник. Руслан Белый не пользуется презервативным, потому что точно знает, что от него никто не будет рожать. Вы знаете, я очень рад, я очень рад тому, что у меня узкие глаза, ведь благодаря им, в отличие от всех вас, я вижу Биберушвили чуть меньше. Джиган, привет. Поступал, как будто из тоннеля звонил. Павел Воля, я вообще сразу хочу сказать спасибо этому шоу, потому что, ну, я все время ходил и говорил гадости про Пашу за спиной, а тут как бы... Тут как бы в лицо и по работе, и за деньги. Бинго. Когда всех нас сюда приглашали, говорили, приходите на прожарку на ТНТ-4, а Паше добавили миллионы рублей. Я тебе поясню, Паш, ТНТ-4 — это такой канал, где ты еще не любишь Лисан. Я думаю, чтобы стать популярным, Паша продал жопу дьяволу, иначе где она у него? У Паши есть курс по юмору, который называется «Сила воли». Там на первом уроке разбирают хуёвый каламбур в названии. Но курс называется «Сила воли». По-моему, «Сила воли» — это сказать фразу «Я ни за какие деньги не буду рекламировать ваши сухари». Вот это вот действительно «Сила воли», друзья. Давай. Помимо рекламы, Паша пытается заработать на своей линии одежды. Она называется «Воля Вэр». Правильно? «Воля Вэр». «Воля Вэр» звучит, как будто Сергеевич пытается сказать «добрый вечер». Но, что бы я ни говорил, Паша очень хороший человек, очень хороший друг. Он всегда сможет подменить тебя на работе, даже если ты его об этом не просил. Павел Воля! Нет! Спасибо, Адаман. Про тебя не было шуток, ты понял? Давай, я знаю. Я специально не придумал, чтобы не слышать твой отвратительный смех. Хорошо. Хорошо. «Прожарка» выходит при поддержке телеканала ТНТ. Пожалуйста, смотрите канал ТНТ, чтобы все люди в этом зале не остались без работы. Вы беременны от меня. Я бы мог лгать, скрывать, но тогда бы я был отцом всего лишь 33% своих детей. Давайте жить вместе. Я сегодня очень устал, поэтому раздевайтесь. Ты что, реально думаешь, что так будет? Можно человеку хотя бы мечтать? Толя, езжай на вокзал, купи нам чебурек. Ты что, забыл, что я просила тебя отселить от нас Риту? Сколько мне еще терпеть эту Милану? Толечку. Когда ты отселишь от нас Наташу? Ты вообще понимаешь, как мне тяжело? Когда? Почему ты еще ничего не сделал? Когда? Когда? Ты меня хоть кайферку жал? Сколько можно тупить? Да ты куда? Триада. С понедельника по четверг. Восемь вечера. На ТНТ. Реально, ощущение, что все в полосни. А почему нет? Это моя жизнь. Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя ставка не зашла на НБА. Эти крылья не вали, я не могу их расправить. Крылья не вали. И все только начинается. Новое романтическое реалити «План Б» с 13 октября в 20.30 на ТНТ. Хотел пригласить на эту сцену классного ведущего. Резидента Камеди Клаб. И просто крутого парня, но приглашу Андрея Бебурышвили. Сейчас польется мед вам в ушки. Будут шутки от Андрюшки. Первый человек, которого я хотел бы поражать, это Тимур Родригес. Давайте ему похлопаем. Отрыли, конечно. Откопали. Интересно, сколько людей отказалось, прежде чем согласился Тимур? Концертному директору Родригеса часто звонят с фразой «Сегодня тоже не надо». Недавно Родригеса не пустили за границу, потому что он пытался провести в заднице свой палец. Нас в интернете смотрят люди, которым меньше 18 лет, для которых Тимур Родригес хрен пойми кто. Для людей старше 18 лет он хуй пойми кто. Ну что ж, с 2007 годом покончено. Давайте перейдем. Давай. Перейдем к 2009. Джиган у нас в гостях, давайте ему похлопаем. Джиган у окулиста не может прочитать ни одной буквы, хотя прекрасно их видит. Братан, я тебе серьезно скажу, у меня минус 12. Серьезно? Близорубий. Ай-кью. Меня пробили просто в детстве. На боксе. Я понял. Итак, джиган настолько тупой, что гелем для душа моет душ. Нормально. Далее. Человек, который обладает самым важным качеством для юмориста, он накачанный. Тимур Батрудинов. Когда Баттер в школе на уроке смеялся, учительница никогда не говорила ему «Расскажи всем, мы тоже посмеемся», потому что знала, что не посмеемся. Но вообще, мне кажется, что у Тимура, как у Дориана Грея, у него дома есть портрет, который смешной из-за него. Так, ладник, портрет Карлама. Дориан Грей? Именно. Я был в Майами, там ураган был Дориан. Ураган был Дориан. Дориан. Все, понял. Мне пришлось из-за того, что он так называется, посмотреть, кто такой Дориан Грей. Все, я понял, хорошо. Еще альбом у Жака Энта не называется Дориан Грей. А еще я выступаю, блядь. Стой, стой, стой. Он идет меня бить. Он шел меня бить. Все кайф, все кайф. Далее, ребята, далее у нас идет «Лжекрасавчик сия Руси». Для Азамата фраза «Пропала собака» означает, что ее нужно выкинуть. Ну и что ж, Руслан Белый, мой кореш, ребята. У Руслана есть традиция. Когда у него что-то не получается, он начинает профессионально этим заниматься. Ну и тот, ради кого мы сессии сегодня собрались, Павел Воля, ребята. Герой. Пашу специально ставят ведущим на все эмоистические проекты, потому что так он точно не будет в них участвовать. Знаете, моя бабуля однажды не предложила сантехнику чаю, и мне кажется, это более дерзкое общение с гостями, чем которое сейчас у Паши в камеде. Паша, учитель литературы, у него есть две любимые книги. Первая, кому на Руси жизнь хорошо, а вторая мне. На самом деле, Паша, тебя реально очень сложно прожаривать, клянусь тебе. Ты успешный, ну, успешный ли ты? Ну, по сути, успешный, да. Стебать твой нос, это тебе от дочери в будущем прилетит. Ну, не знаю, ну, танцы странные. Во, танцы странные. Видите, танцы вообще просто конченые. Вы это видели? Во время музыки. Ты знаешь, что тебя снимают? Да, в курсе. Дуэт Даша на сцене Камеди Баттла. Зачем? Это Камеди Клаб. Встречайте. Ну, если серьезно, смотри, ты же родоначальник жанра прожарки, получается. Ты, ну, отец, мастодон. Давайте с тобой похлопаем. Поэтому я сделаю, как ты сейчас учил. Я хочу, чтобы Паша Воля вышел на эту трибуну и показал нам класс. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Бебур, большое. Это было классно. Кстати, Бебур только недавно узнал, что вначале говорят и рыбку съесть. Да. Однажды Бебур перепутал слова «отсосал» и «режиссер». И вечером сам себе режиссер. Последний комик, кто сюда придет, это Руслан Белый. Однажды Руслан взял лист бумаги, написал на нем все свои самые лучшие шутки и в честь этого листа взял себе фамилию. Встречайте, Белый! Так, посмотрите внимательно на Азамата. Азамат – это скриптонит, которого спустя три дня выловили из реки. Так, судя по тебе, ты начал детям читать Пушкина, да? «Золотая цепь на дубе», Том. Так, Джиган, я узнал, что ты мастер спорта по кикбоксингу. Это нормально, это нормально. Когда ты пишешь такие песни, надо уметь драться. «Слушай, Джиган, а ты можешь дать пизды, ну, например, своему умению рифмовать?» Так, Джиган, как и многие артисты, был подписан на лейбл «Блэк Стар», но если другие артисты уходили с лейба со скандалом, то Джиган в чьей-то куртке. Так, продолжаем. И в номинации «Да хуй его знает, вроде приветств какой-то» Побеждает Тимур Родригес. Так, у тебя в Инстаграме много видео, где ты сидишь в машине. У меня вопрос. Слушай, а в Яндекс.Такси какой уровень комфорта надо выбрать, чтобы ты приехал? Тимур Батрудинов. Так, когда в Древнем Египте умирал фараон, вместе с ним хоронили его прислугу. Тимур, тебе точно надо умереть раньше Харламова. Так, Тимур, что меня реально взбесило? Значит, недавно ты в Инстаграме выложил свое голое тело. Да. И надо сказать, он очень хорошо выглядит. Реально, шикарное, потрясающее тело. Но дальше в карусели... Но дальше в карусели ты зачем-то начал выкладывать коллажи с этим телом. Типа, ну, я не серьезно, я тут... Я имею в виду, что за детство, Тимур? Ну, ты хочешь похвастаться телом? Похвастайся. Ну, похвастайся. Хорошее голое тело, это же единственное, что у тебя есть не благодаря Харламову, братан. Я не знаю, я бы вас в камне и так и объявлял. Встречайте, Гарри Харламов и хорошее тело. Так, Тимура, ты можешь прямо сейчас позвонить Харламову и узнать у него, какие у тебя творческие планы? Так, слушайте, я тут на вас сейчас всех посмотрел в течение всей прожарки и пришел к выводу, что все, кто женаты с детьми, очень творчески слабые люди, на самом деле. У Тимура Родригеса есть дети, он нахрен никому не нужный певец. У Азамата Мусагалиева есть дети, он хуевый актер, правильно? Из этой логики чуть-чуть выбивается Илья Соболев, потому что он вроде бы неплохой комик, но при этом у него две прекрасные дочки от жены и еще двое детей от какой-то стриптизерши. Опять, да? Опять, да? Кстати, Илья, обязательно вырежи эту шутку. Вырежи эту шутку, потому что без той первой, которую ты вырезал, она не работает. Либо, Илья, сейчас идеальный момент выложить ту шутку с точки зрения монтажа. Поэтому, внимание, смотрим. Так, ну и что, главный виновник сегодняшнего торжества Павел Воля, давайте ему поаплодируем. Ты знаешь, я тут вспомнил, какой ты был, и, ну, ты был крутой. Реально, ты же был очень крутой. Я ему говорю, ты сигареты в алкоголь тушил, ты Трахтенберга, блядь, до смерти довел, понимаешь, что ты... Ты был легенда ночной жизни Москвы, ты на Хаммере ездил, у тебя номера были Хам 001, ты был гламурный подонок, Паш. Поэтому чисто из-за уважения к тебе, Паш, ну, я сегодня попробовал написать шутки, которые Павел Воля 2004 года сказал бы Павлу Воле 2019. Давай. Итак, так, Лисан, Лисан, конечно, очень сильно повлияла на Пашу, и он очень сильно изменился, очень сильно. Смотрите, давайте рассмотрим на примере всего лишь одного слова, как изменился Павел Воля. В 2005 году, когда появился камеди-клаб, Паша выходил на сцену и говорил слово «хуй». Потом стал говорить «член». Потом «дружок». Сейчас «гусь». Гусь, Паш. А у вас, ну, вечером на ужин что подают? «Хуй в яблоках»? Ну, гусь, слушайте, я думаю, пройдет еще пару лет, ты будешь говорить «пипка». Ну, а так и будет, потому что прямо сейчас Паша про женскую жопу говорит «бебехи». Видели? Женщины отрастили себе «бебехи». Я не понимаю, ты уже сейчас готовишься, ну, к разговору с сыном о сексе. Типа, придет сын такой «а что такое секс?» Ну, это когда «пипка» входит в «бебехи». Понял, дружок. Так что Лисан очень сильно, действительно, очень сильно повлияла на Пашу. И вы знаете, я тут подумал, я мечтаю, чтобы Лисан вернулась в художественную гимнастику. Серьезно, я бы с удовольствием посмотрел на ее номера с мечом, обручем и яйцами Павла Воли. Я писал эти шутки две недели, и ваша любовь их, блядь, разрушила, Паша. Она разрушила каждую мою шутку. Каждый раз, когда я писал шутку, я в конце думал, что ты доебался? Люди любят друг друга. Видите, даже я человек, который не любит Лисан. Не смог придумать шутки. Что мы хотим от человека, который любит Лисан? Тем более, когда ему придумывать шутки? Слушайте, смотрите, он прямо сейчас ведет четыре передачи. У него онлайн-курс, своя линия одежды. Он снимается в рекламе, дает концерты. Амбассадор автомобиля Порше, авиакомпании С7 постоянно путешествует и всегда любит Лисан. Скажите спасибо, что на концерте Павла Воли на сцену выходит Павел Воли. Потому что на концерте Ильи Соболева на сцену выходит какой-то еблана. Паш, ты, кстати, иногда звони Родригесу, чтобы он когда с пассажиром ехал, говорил, О, Воля звонит, видали, не пиздел. Так, у Паши есть своя линия одежды, Воля We're. У них там на кофте написано кофта. На шортах написано шорты. Но, с другой стороны, в твоей одежде есть несомненный плюс. Потому что каждый раз, когда я на улице вижу человека в твоей одежде, я думаю, ну, так его можно сбить. Ну, потому что тогда будет все логично. Человека в кофте, на которой написано кофта, сбило БМВ, на которой, блядь, написано БМВ. Да. Ты его обидел. Так, еще одна творческая претензия к Павлу, это то, что в своих монологах он очень сильно хвалит Россию, сильно гонит на Америку. При этом, для кого не секрет, что Лисан два раза жалов Америки. Но тут я тоже готов встать на защиту Паши. Он с детьми сидит, смотрит телевизор, где Путин рассказывает про наши суперновые мощные ракеты. И Паша детям такой, пизда вам. Кстати, это действительно очень, ну, крутые, мощные новые ракеты, которые могут разрушить все, кроме вашей СЛИСАН любви. Ну, что я могу сказать в конце? Паш, я точно, точно уважаю тебя за твое прошлое. Это чистая правда и очень искренне. Но, ну, я могу быть не согласен с твоим настоящим. И ты тот человек, который в комедийном обществе вызывает дискуссию, потому что мы очень часто тебя обсуждаем, твое творчество и так далее. Я как-то обсуждал с комиком Артуром Чапаряном как раз твое творчество. И у нас было много претензий к тому, что ты вышел в тираж, что ты ведешь любое шоу, которое тебе предлагают. Но в конце разговора Артур сказал замечательную фразу. Он сказал, так главная победа Павла Воли – это то, что он счастлив. Поэтому, че мы доебались? Ну, люди любят друг друга. Натуре. Паш, ты счастлив? Очень. Ну, и гусь с тобой. Спасибо большое. Все верю. Гиган не будем возвращаться. Гиган ушел. Сказали, что нет охранника на входе. Кто-то зашел на площадку. Слушайте, а может есть какая-нибудь дыня? Давайте положим туда нас. Кстати, у Руслана нет детей, потому что с ним еще никто не дотрахался до конца. Прожарки выходят при поддержке телеканала ТНТ-4. Смотрите ТНТ-4. На нем собрано все самое лучшее с ТНТ. Джефф Росс. Как можно растолстеть в тюрьме, а? Посмотрите на нем. Ты че сделал, булочная грабь? Крис Делия. Еще никто ни разу за всю историю не сказал, будучи в церкви. Вот это сейчас был классный момент. Эми Шумер. Выглядит так, будто я последняя х**а, но правда это не так. Я была всего с четырьмя парнями. Странная ночка выдалась. Бот Бернем. Средняя длина пениса 14 сантиметров. Средняя длина пениса человека, ищущего в гугле среднюю длину пениса 9 сантиметров. И Энтони Джессельник. Я провел последние два года в поисках убийцы моей девушки. К сожалению, пока никто не согласился. Американский стендап. В понедельник в 23.00. Премьера на ТНТ-4. Заходите, моя лавка. Не хотите ли гуги-гуги? Очень вкусные гуги-гуги. Дружный коллектив. В чем проблема? Опять он сунул мой степлер в желе. Объедай его. Удобный график. Сосиска, яйцо и тост с сыром. Ням-ням. Спасибо. Для чего вы меня так рано вызвали? Сосиска, яйцо и тост с сыром. Белая зарплата. Как видите, все очень просто. И никакая это не пирамида. Не волнуйтесь. Карьерный рост. Я тебя однозначно уволю первой. За что? Закрашу. Что же я украла? Стикеры. И полный соцпакет. Ты сказал обращаться к тебе по любым вопросам? А где находится клитор? Все это есть только у него. Подчиненные говорят, что я лучший в мире босс. И вот тому доказательство. В магазине подарков купил. Стив Карел. Не поясничай. Золотой глобус. За лучшую мужскую роль на телевидении. Ну что, готовы к игре? Да. Офис. Все сезоны. 7 октября. В 10 вечера. Премьера на ТНТ-4. Итак, все наши прожарщики уже выступили. И сейчас на сцену выйдет специальный гость, который тоже хотел тебе кое-что, Паш, сказать. Встречайте. Человек, без которого сольный концерт Паши Воли длился бы 7 минут. Лисан Утяшева! Заслуженный мастер спорта России. Телеведущая. Мать двоих детей. Просто красавица. И жена Павла Воли. Лисан Утяшева. Паш, ну я не буду сегодня шутить, правда. Пытаться шутить — это удел белого. Мы же все понимаем. Вы много сегодня говорили про Пашу, но вы не понимаете, что вы вот все — это он на разных этапах его жизни. Соболев. Тебе конкретно два года. Ты не понимаешь, что происходит совершенно. Ты очень громко орешь. Пипишки, какашки, лягушкины пипишки. Вот это вот все, понимаешь? Соболь, у тебя очень много шуток про пипишки. Видимо, ты шутишь про то, что чаще всего видишь. Кстати, Бебур, по этому принципу ты должен шутить про пупок старика. Попусто. Понял. Пью-пью-пью. Ты — это Паша во времена, когда он жил в Пензе. Тогда, когда зритель ТНТ его еще не знал. Поэтому я хочу спросить, Бебур, где ты? Ну, подними руку, чтобы я поняла. Просто Паша все время говорит, что Бебур — это какой-то красивый извращенец, гей в камеди. Паша, ну зачем ты обижаешь человека? Он некрасивый. Паша был на самом дне, а потом попал в камеди. Ты сначала попал в камеди, а потом уже ушел на дно. В этом плане меня радует Соболев. Он как был на дне, там и пребывает. Стабильность, да? Пипийские какашки. Кстати, про дно. Тимур Родригес. Послушай, Тимур, ты — это Паша. Вот в то время, помнишь, когда он увлекался музыкой? Ему казалось, что это круто. А все вокруг ждали, когда он закончит. Тимур, я воспитываю двух детей. Ты воспитываешь двух детей. Давай поговорим, как мать с матерью. Вы знаете, Тимур, кстати, очень хорошо одевается только потому, что мы отдаем ему старые вещи Роберта. Я слежу за твоей музыкальной карьерой. И вот что написано под твоим клипом. Итак, слова только Тимура Родригеса. Музыка только Тимура Родригеса. В ролях только Тимур Родригес. Смотрел только Тимур Родригес. Азамат, привет. Ты знаешь, ты — это Паша с утра. Хотя кого я обманываю, это я с утра. А-а-а-а. Тимура Родригеса. Привет, дорогой. Ты знаешь, это ты, ты, это Паша вот до женитьбы. Лох и девственник. Тимур, не обижайся, ты холостяк. Но я уверена, что скоро ты встретишь свою Лисан. Ту, которая изменит твою жизнь навсегда. Ну, конечно, она не будет такая, как я. Конечно, она будет не гимнастка. Не факт, что женщина. Не факт, что человек. Возможно, это будет расческой интересной такой формы. Но с ней тебе будет хорошо, знаешь? Ты найдешь ее и поймешь, что вот те расчески, которые радуют тебя сейчас, это уже не то. Ты будешь смотреть на них без интереса. Как люди смотрят на номера, где ты без Харламова. Белый — это Паша в старости. Не дай бог, конечно, но примерно так, я думаю. Такой ворчливый старик. Уже не шутит совершенно. Ходит в одной нелепой, ну, как обычно, рубашке. Большую часть времени выращивает овощи с целью на них заработать. Хотя бы. Я не про стендап на ТНТ, честно. Я про открытый микрофон. В стендапе из овощей только ведущий. Я специально сказала про тебя такую резкую шутку. Ну, я просто знаю, что ты любишь посмеяться над собой. Иначе чей смех подкладывают на твои концерты. Ребят, вы все Паша в разное время. А Паша сейчас — это Паша сейчас. Хороший муж. Примерный семьянин. Замечательный отец. И человек, который во всем помогает жене. Даже с текстом этого выступления. Я люблю тебя, Александр. Ты лучшая, что со мной случалось. Прочитай это на съемках. Прошу тебя. Я читаю. Молодец. Паша, выходи. Покажи им всем. Правда, все тебя ждут. Ребята, а можно я его объявлю? Еее. Спасибо. Я тут приготовилась. Сейчас за этой тумбой появится человек, у которого не смешных стендапов больше, чем зубов у Ревы. Человек, который пометался по стольким проектам, что более известен, как «Пожалуйста, не надо». Человек, чей вес может унести ворона. Соболев, выйди, объяви Пашу. Лисан, спасибо огромное. Знаете, Паша так часто признается Лисан в любви, что создается впечатление, что это действительно так. Итак, наконец-то. То, чего мы все ждали очень сильно. На эту сцену поднимается человек, ради которого мы все сегодня собрались. Из-за которого мы все хотим уйти домой, пока впечатление от шоу хорошее. Павел Воля! Ну, ждем. Слушайте, ну, во-первых, аплодисменты всем, кто пришел в это великолепное шоу, всем, кто смотрит нас. Нет, честно, если я думал, что меня будут прожаривать неопытные комики без должного опыта, я рад, что так и получилось, ребята. Ребят, на самом деле, давайте поаплодируем Соболю. Соболь красавчик. Соболь молодец. Поаплодируем ему по двум поводам, потому что он первый раз ведет проект на ТНТ. За это отдельные аплодисменты. Спасибо! ТНТ, это реально, это так приятно. И за то, что он последний раз ведет проект на ТНТ. Тоже аплодисменты. Соболь, на самом деле, ты предатель. Ты как только начал вести блог на Ютьюбе, ты сразу пошел, сука, всем дал какие-то интервью о том, что в интернете у тебя какая-то свобода, а в камеди не дают тебе раскрыться. Я посмотрел, что ты делаешь на Ютьюбе. Соболь, в камеди не дают тебе выглядеть дегенератом. Соболь, ну вот про что ты шучишь? Давай разберемся. Про письки лягушки, про яички, да, там. Про все это. Ну, у тебя двое детей, Соболь. Ну, уже так, кстись. Твои дети хотят побыстрее вырастись, свалить от тебя как можно дальше. Клянусь, просто уехать от тебя хотят. Мне младшая твоя звонила, называла меня папой, пробовала все способы. Ладно, на самом деле, не мучай детей, займись нормальным юмором. Как это сделать? Запишись на курсы силы воли. С Павлом Воль. Андрей Бибуришвили. Давайте поступим, как обычно, как мы с Бибуришвили поступаем. Сейчас закончится съемка, выключится камера, ты поцелуешь мою руку и поедешь домой. Да, мастер. Ребят, можете ему не хлопать, он пугается аплодисментом. Последний раз он слышал аплодисменты, когда акушер его шлепнул по попке своими яйцами. О-о-о, это было вчера. Ладно, но на самом деле, Бебур, мы с тобой увидимся в камеди, когда ты напишешь смешной номер, а я тебя объявлю. Прощай, Бебур. Бебур, я хотел поговорить про Белого. Послушаешь Бебуришвили? С удовольствием. Белый, не понимаю, ну чьи-то за предъявы то, что я называю член-дружком. Ты что, не знаешь правил телевидения? Ну, конечно, называй всякими разными другими словами. Слово «хуй» уже давным-давно нельзя на телевидении. Но, тем не менее, ну и что такого, что я называю свой член-дружком? Ты тоже мой ровесник, ты тоже 40 лет, тебе бы пора тоже подружиться со своим членом. Ну, реально. Потому что ты свой член, походу, ненавидишь. Потому что каждый раз, когда ты его видишь, ты пытаешься его придушить. Ребят, чтобы Белый там что-то мне не рассказывал, я помню момент, как ты носил сережку в ухе, Руслан. Он носил сережку в ухе. Я вел передачу, в которой он выступал с сережкой в ухе. И потом еще интервью Дуден заявил, что у него есть какой-то тайный партнер, с которым он открыл стендап-клуб. Как ты думаешь, с твой бы тайный партнер согласился бы открывать стендап-клуб, если бы не твоя дополнительная дырка, Руслан? Смотри, бегуру проснулся. Дырка дополнительная? Где? Засуетился сразу. Руслан, на самом деле получается, что ты не спишь ни с женщинами, ни с мужчинами. Тебя же с бабой никто никогда не видел. Ну и вроде как ты не гей. Получается, у тебя просто нет члена. Просто нет члена. Раньше ты был смешной с сережкой и с членом. А сейчас? Мне кажется, тебе в какой-то момент предложили обменять мужское достоинство на юмор, и сейчас ты ищешь этих мошенников по всей стране. Так, Азамат. Азамат, ну ты вот намекал, что ты хороший ведущий, но ты не очень хорошо ведешь программу на ТНТ. Реально. Что у тебя хорошо получится вести, это самокат, сзади такая коробка, ты в желтом такой едешь навстречу. Ну, если честно, Азамат, ты красавчик. Ну, нет, ребят, правда, я вот восхищаюсь казахами на ТНТ. Азамат Мусугалиев, Нурлан Сабуров. Бог дал вам огромный дар, благодаря которому вы можете добиваться гигантских успехов в юмористическом шоу на ТНТ. Этот дар называется Вячеслав Дусмухаметов. Азамат, я вам расскажу, я понимаю, почему на самом деле Азамат тут. У нас был небольшой конфликт в свое время. Расскажу все как есть. В общем, мне позвонили с ТНТ, сказали, пожалуйста, можешь запустить программу, где логика. У нас никак не складывается пилотный выпуск. Я пришел, провел, где логика, пилотный выпуск. Мне сказали, просто офигительно, давай, сейчас скоро приступим к основным съемкам, иди проведи импровизацию пока. Я пошел, снял несколько программ импровизации, возвращаюсь вести, где логику, а там Азамат. Ну, ладно, давайте отвлечемся. В тот день еще произошла одна классная история. Я думаю, ну, не буду расстраиваться, пойду что-нибудь вкусненькое съем. Я пошел в ресторан, заказал себе лобстера, не доел его, в какой-то момент отошел в туалет, возвращаюсь, смотрю, моего лобстера хавает Азамат. Слушайте, ну, на самом деле, я на тебя не буду наезжать, ты классный парень, у тебя тоже есть дети, мы все отцы, все выкручиваемся для своей семьи, как можем. Я вот недавно со своими смотрел «Король лев» с Робертом вместе. Помнишь там момент такой, когда шрам убивает Муфасу, и Симби говорит «Беги, беги», и Симба бежит, 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 потом выбивается из сил, падает, и вокруг него кружат такие стервятники, я смотрю, сука, одного лицо Азамата, а? Слушай, ну, на самом деле, ты в чем-то прав. Поколения, конечно, меняются в ведущих, и в какой-то день я, наверное, тебя возьму и отведу на гору ТНТ, вот так подниму тебя, скажу, «Видишь мои владения Азамат? Видишь? Камеди, импровизация, песни, камеди батл! Это теперь все Роберта, а ты нахрен иди отсюда!» Белый, посмотри на Родригеса, вот так бы ты выглядел, если бы не вытащил сережку. Тимур Родригес, аплодисменты ему. Ты пытался тут всем как-то намекнуть, что в Пензе я был лошком, не таким крутым, но, Тимур, ну, конечно, все в детстве были лошками. Обидно, когда это уже в 40 лет, да, мой дорогой? А сегодня с нами Батруха, значит, что шлюх выходной. Ну, реально. Слушайте, Батруха пытался меня обвинять в том, что, типа, я всех заманил в семейность. Ну, Батр, тебе тоже уже пора. Ты просто везде ошиваешься, по всем телепрограммам ходишь и ищешь себе жену. Ты просто везде обошел. Все передачи уже. Я уверен, мы в какой-то день включим час суда, там Батр ищет себе жену. Дело в том, что руководство ТНТ выполняет все, что мы просим. Батр приходит и говорит, дайте мне баб, баб, дайте мне. Ему дают проекты с бабами. Я прихожу, говорю, дайте мне работы. Мне дают до хрена крутой работы. Руслан Белый приходит, говорит, хочу все ублюдские рубашки себе. Пожалуйста, на. Если честно, я не хочу прожаривать Тимура. Тимур, я тебя не буду прожаривать. Я просто дам 10 тысяч рублей тому, кто вспомнит любую шутку Батрудинова. А что, ты тоже участвуешь. Давай. Давай-давай, ты тоже участвуешь. Деньги останутся в семье, Паш. Слушайте, если честно, я вообще рад. Я рад, что я здесь. Я аплодирую этой программе, этому формату от души. От души. Потому что, ну, скорее всего, вы правы, это как-то в России все началось с меня. Я рад, что продолжение здесь. Послушать шутки про себя, это же нормально. Это же нормально для любого человека. Это не оскорбление, это не ненависть, это не какая-то личная неприязнь, обида. Это просто шутки, ребята. Это просто юмор. Возможность посмеяться над собой, потому что ты самодостаточный, незакомплексованный человек с чувством собственного достоинства. Это отлично. И в последнее время все что-то очень много думают про себя. Дофига. То про меня не говори, здесь не надо. Тут я обижусь. Люди, улыбнитесь просто. И вам улыбнуться в ответ. Когда ненависть перерастает в шутку, то это уже пахнет любовью. Пацаны, я вас люблю. Честное слово. Давайте обнимемся. Пожелаем тебе проработать в Камеди еще 40 лет, забрать все проекты на ТНТ вплоть до погоды, признаваться со сцены Камеди уже своим внуком в любви. Мы хотим, чтобы ты в конце старости уже просто упал со сцены. Потому что тебя выдавил живот Харламова. Спасибо тебе. Спасибо большое. Со следующей недели смотрите эту передачу с нормальным ведущим. Это Павел Воля. Вы смотрели «Прожарку». Пока. Почему я здесь? Да. Потому что обязана исполнить свой долг. Сейчас от человечества осталось сколько? Половина процента. Это значит, что на одного выжившего умерла тысяча. Если раньше меня не покидала тревога, то теперь накрывает какое-то чувство обреченности. Вы про солдат? Про нас всех. Как вы уже знаете, 24 дня назад что-то произошло. Была потеряна вся связь с большей частью мира. Все за пределами так называемого круга жизни погрузилось в темноту. Все, кто остался в карантине, нападут на нас. 160 миллионов. Человек? Не совсем. Огонь! Я уже понятия не имею, к чему нам готовиться. Возможно, я теперь самый близкий человек, который у тебя есть. Война началась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok